здравствуйте дорогие зрители с вами Олег Зубугорский и сегодня я в гостях у Аллы. Аллочка как ваша фамилия? Доктор Рапопорт. Мы сегодня в клинике, стоматологическая клиника и Аллочка сегодня расскажет о, немного расскажет нам о том, что такое стоматологическое направление в Америке и каким образом вообще производится лечение. Оно значительно отличается для многих, как даже вам еще непонятно, приехавших из нашего бывшего союза, как это все производится лечение, но есть отличия. Расскажите, пожалуйста, Алла, о вашем направлении, о вашей клинике, когда вы открыли это направление? Работаю я уже достаточно давно. В принципе, у меня два офиса, один уже 14 лет и здесь этот офис уже 8 лет. Основное отличие, как я считаю, от российской стоматологии, это то, что вы можете сделать все лечение в одном офисе. Только если это называется out of scoop of general dentistry, то есть это выходит за рамки того, что может делать general dentistry, тогда вас отправляют к специалисту. В принципе, вся работа проводится от экзема, от первого визита до последнего, так сказать, для удаления или рудканалов или имплантов, все это проходит в одном офисе. Также детский прием ведется в одном, в том же офисе, поэтому большей частью это называется family dentistry, то есть дети от 2 лет и взрослые до 100 лет приходят в один и тот же офис. Это очень удобно, потому что, когда взрослые приводят своих детей и видят, что дети чувствуют себя очень комфортно, они приходят сами и таким образом мы лечим семьи. Это получается, да, это как семейный доктор становишься, если все устраивает. Да, потому что дети чувствуют себя комфортно, родители, бабушки, дедушки, и все лечатся в одном и том же офисе. Я знаю, кто-то в доктор много лет. Ну, когда идет доверие, комфорт, все уже устраивает. Да. Как давно открыта вот эта вот клиника? Эта клиника, я здесь уже 8 лет, для меня была другая докторная, то есть клиника уже довольно... 8 лет это уже репутейшн, это уже такая репутация достаточно. Люди нас знают, приезжают, потому что мы делаем очень много разных видов лечения, лечим десна и делаем детские брейсисы, вернее, исправляем зубы у детей до 12 лет без брейсисов, это одно из... А, это новое направление, вот новое направление. Да, очень здорово, потому что детям не надо одевать брейсисы, не надо ждать, когда у них выпадут все молочные зубы. И, по-моему, мне говорили, вот у меня был лайкстрим, что это дешевле. Дешевле и быстрее, и очень удобно для детей, исправляет не только прикус, но и исправляет очень много проблем детских, там, нарушений сна, разговор, во сне детки ходят или даже писют в постель, и это все исправляется. Палец, сосание пальца, очень много вещей исправляется этим лечением. Это очень интересно. Действительно интересно. А расскажите, пожалуйста, вот как вы получили, у вас медицинское образование, и где вы проходили его? Я из Свердловска, первое образование мое медицинское получила в мединституте в Свердловске, то есть сейчас Екатеринбург, и второе я училась здесь в ЮСИ и параллельно сдавала сама экзамен. Вы когда приехали, решили заниматься медицинским, стоматологией. Я подумала, что если я стоматолог, чем еще я могу заниматься. Как сложно сдать экзамены, вот обучение, и сколько это стоит? Сдать экзамены самому, в общем-то, достаточно сложно, плюс еще, если ты идешь в школу, это тоже очень сложно, это совершенно несравнимо с нашим обучением, или, может быть, в молодости нам это все легко казалось, потому что это было весело, и, ну, во-первых, на своем родном языке, во-вторых, это твои друзья, и все это проходило совершенно не так, как здесь. Здесь это была очень серьезная нагрузка, то есть ты был полностью вовлечен в учебу, твоя семья, конечно, тебя не видела практически с утра до вечера. То есть я приехала в 96-м году, и первые 4 месяца, ну, пока мы все узнали, то есть я начала готовиться к экзамену, наверное, в конце лета, и в декабре я уже сдала. То есть первый экзамен я сдала буквально за 3 месяца, поскольку я английский совершенно не знала, учила французский, то первые 2 недели я просто сидела со словрем и переводила каждое слово. Потом она уже как бы стала полегче, но вот первый экзамен я сдала довольно хорошие баллы, поэтому это меня как бы простимулировало. Я могу сдать, я думала, что я могу это легко пройти, и все, но потом начались трудности, и когда я со вторым экзаменом, мне не хватило одного балла, и я поняла, что это не один балл как таковой, а это именно огромное поле того, что мы учили по-другому, что мы это просто не знаем. Поэтому я решила пойти в школу и стать американским стоматологом, именно не пересдать как русский стоматолог, а стать американским стоматологом. И это действительно оказалась совершенно другая школа. Существуют две школы, два направления, немецкая и американская. То есть в России учат по немецкой школе, по европейской, а здесь это американская школа, совершенно другой подход к пациенту, и в общем много таких тонкостей, которые я бы не знала. Мы сталкивались, я сталкивался, я уже вам говорил, что мы сыну делали зубики, и у меня было впечатление вот такое вау. То есть я очень хорошо знаком с нашей московской стоматологией, очень хорошо, и было с чем сравнить, нас, конечно, это очень впечатлило. Сейчас вы действующий стоматолог, вы занимаетесь приемом так же, как и ранее, да? Конечно, я работаю в двух своих офисах, в одном у меня еще есть ассоциейт, врач, который со мной работает, там другие дни, и в этом офисе я, это золо-практис, я тут каждый день, кроме среды. То есть пять дней в неделю этот офис открыт, с девяти до шести, мы ведем общий прием и детей, и взрослых, и пожилых людей, и сейчас мы принимаем медикэр, медикал, разные виды иншурансов, занимают. Медикэр покрывает? Медикэр стал покрывать, они стали покрывать больше вещей в стоматологии, то есть хирургические вещи какие-то, и это помогает, конечно, очень пожилым людям. Медикал покрывает какую-то часть работы, очень ограниченную, но это тоже помощь своего рода людей, которые не имеют нормального дохода, чтобы платить большие деньги. А что делать людям, которые, ну, многие люди приезжают буквально, вот свежая волна эмигрантов, а сейчас многие действительно из бывших стран Советского Союза, СНГ, как многие привыкли, покидают свои страны. Ну, есть такая тенденция в Европу, в Америку, и что вот им делать, когда они еще находятся в статусе неопределенности? Есть люди, которые действительно в ожидании элементарного social security. Каким, вот есть какие-то ваши понимания, как им в этой ситуации быть, может быть, даже рекомендации, что им делать, потому что обслуживание в стоматологии достаточно дорогое удовольствие, не каждый себе может позволить. Ну, во-первых, мы держим достаточно низкие цены, если видим, что человек не имеет средств, мы даем цены, особенно для детей, мы стараемся делать цены медикальные, это очень низкие цены, affordable для всех. И существует такой слоган, no insurance, no problem, то есть мы... No insurance, no problem. Ребята, вот только приехали вам сюда, no insurance, no problem. Да, вы можете приходить и, соответственно, получить экзем, получить чистку, у нас есть special, это все вместе стоит 100 долларов, чистка экзем, если что-то добавляется по ходу дела, существует керокредит, который вам дает финансирование, или вы можете... Ну, очень интересно, что мне здесь нравится в Америке, так же, как мы можем сравнить магазины разного уровня, а вот с циблими, например, так же есть там антологические услуги разной стоимости, то есть вы можете выбрать самую дешевую услугу или выбрать самую дорогую, и все это вы можете сделать в одном и том же офисе. То есть в зависимости от того, на чем вы хотите кататься, на Мерседесе или на Катаре, или на Жигулях, соответственно, вы выбираете под свои финансовые доходы, возможности. Такой вопрос очень неординарный, потому что у многих стоматология связывается, это только зубы, это кости и корни. Есть ли какие-то опасения, если человек не своевременно ухаживает за своими зубами, и в связи с этими проблемами, возможность появления проблем со здоровьем других органов? То есть вот какая-то есть связь, взаимосвязь? Очень большая связь, и очень... это интересная тема, потому что я как раз очень люблю этой темой заниматься. И сейчас вот подход к стоматологии, к дубам изменился настолько, что мы смотрим не только на зубы, мы смотрим на общее состояние здоровья. В первую очередь, состояние щитовидной железы. Как оно влияет? Оно влияет настолько сильно на полость рта, на поведение человека, на заживление ран, что, в принципе, я даже написала статью на эту тему, мои пациенты читают эту статью, я выступаю с лекциями. То есть помимо щитовидной железы, нас очень интересует диабет, потому что он тоже влияет на состояние десен. Помимо этого, и нарушение сна, и человек под стрессом, который разрушает свои зубы от того, что он постоянно их сжимает. Это вызывает головные боли, состояние суставов, ТНЖ нарушается. То есть очень много всего, что влияет на состояние здоровья полости рта, общее состояние здоровья, которое влияет на состояние полости рта. И поэтому, когда вы приходите к врачу, вы обязательно должны заполнить медицинскую карту, чтобы мы могли... Какие есть проблемы. Какие изменения, чтобы мы могли... Я почему этот вопрос задаю? Ведь дело в том, что мы большинство с того времени, и нас не обучали, ну просто говорили, надо чистить зубы по утрам и вечерам. Да, Майдадыр многие смотрели. И не давали ту тонкость ухода, да, и связи стоматологии, кровообращения. Мы практически ничего не знаем. И, соответственно, детям, которые вот растим сейчас, тоже даем ровно столько, сколько мы знаем. Поэтому вот я в своих передачах стараюсь вот рассказать некоторые тонкости, которые меня интересуют, мою семью, да. И я вас с большей уверенностью знаю, так как мы общаемся в социальных сетях с нашими подписчиками, нашими коллегами, и эти темы интересуют все. Я буду периодически, так скажем, с вами встречаться, потому что возникают иногда новые вопросы. И мы будем эти вопросы с вами раскрывать, если вы не против. С удовольствием. С удовольствием. Это очень интересно. Замечательно. Друзья, мы сегодня были в гостях у Аллы Рапапорт. Это клиника стоматологии. Напоминаю, что наши зубы – это не только красивая голливудская улыбка. Это и все остальное здоровье. Возможно, ваша нервозность или моя там нервозность, да, не важно, да, связана как раз с проблемами корневых каких-либо каналов. Возможно, еще с чем-то. Поэтому своевременность, знаете, есть такое слово, а вот недосмотрел. А у нас, знаете, как на Руси-то вообще вот… На, она пройдет, само пройдет. Не то время. Не то время, да и, собственно говоря, и питание, которое мы получаем, не совсем органическое, да и окружающая среда. Алла, огромное вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо за эту встречу. И я рекомендую, ребята, я посмотрел, и вы во время этого репортажа видели клинику. Рекомендую. Пять баллов. Нет, вы знаете, пять звезд. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. Вы были на канале Забугро Лайк. И с вами был Олег Забугорский. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok